Добрый день, дорогие друзья! Добрый день пользователей канала! Сегодня пятница, 10 марта 2023 года. Я вас приветствую из Брюсселя и продолжаем разговор о политике. Прошу вас не обращать внимание на шумы, потому что сегодня в пятницу в парламенте немерено посетителей. Они вот даже периодически появляются в кадре. Это самое спокойное место, которое мне удалось найти. Я прошла честно через весь парламент и не раз с тем, чтобы найти спокойный уголок. Я надеюсь, что этот материал будет доступен завтра, поэтому я сделала его именно в таком перспективном формате. Мне хотелось бы поговорить о том, что значит переизбрание председателя Си Цзиньпина, которое произошло сегодня, для России и для геополитики, для мировой политики. Итак, как вы знаете из СМИ и средств массовой информации, сегодня произошло ожидаемое событие. Председатель Си получил третий мандат от Компартии. Почти три тысячи человек на съезде проголосовали за. Нет, не воздержавшихся. Не против, конечно. А как вы можете быть воздержавшимся, если вы не поддерживаете товарища Си, вы в первую очередь не окажетесь на таком важном конгрессе, поэтому все это ожидаемо. Обо всем этом пишут мировые СМИ, я не буду этого повторять. Он также является главнокомандующим, то есть он сосредоточил у себя совершенно беспрецедентную власть, наверное, равную власть китайских императоров или самого товарища Мао. И, конечно, это переворот, если хотите, в мировой политике, потому что после товарища Мао и до сегодняшнего дня китайские лидеры избирались на два срока, то есть это было правило. И сейчас всесильный председатель Си с этим правилом покончил, то есть настала новая эра. И, я считаю, имеет колоссальное значение то, что президент Путин его поздравил и не просто поздравил, он написал ему дорогой друг, то есть он назвал его своим другом. Это имеет немалое значение в политической дипломатической риторике. Как вы знаете, в настоящий момент американцы ведут активную экономическую торговую войну против Китая, к ней присоединились и Япония, и Нидерланды. Сейчас я скажу об этом несколько слов, потому что Китай является самым большим в мире потребителем полупроводников и чипов, потому что они активно строят и используют для своей цифровой промышленности, если так можно сказать, для цифровизации всех отраслей. Они используют полупроводники и чипы, поэтому они номер один потребители, они используют больше половины того, что поступает на мировые рынки, то есть они скупают эту продукцию, и они скупают также приборы для изготовления полупроводников и микрочипов, в частности голландские приборы, потому что в Голландии развита эта отрасль, и голландские станки считаются одними из лучших, если не лучшие в мире. Поэтому в настоящий момент Япония, Нидерланды и Соединенные Штаты проводят активную политику непродаж Китаю полупроводников чипов и технологий, которые способствуют или которые позволяют их создавать, то есть фактически это своего рода саботаж и бойкот, и на фоне этого, конечно, происходит это сближение, сближение России и Китая. Можно сказать, что сегодня это рождение этого альянса, это очень интересно, потому что на минувшей неделе, то есть на этой неделе, я была на слушании про российский империализм, про возрождение российского колониализма и империализма. Я вам обязательно расскажу об этом, потому что с точки зрения идеологической это невероятно интересно. Но для нас интересен этот союз, то есть это империалистическая, капиталистическая, я бы сказала, экстремально капиталистическая Россия, это олигархат и коммунистический Китай, то есть это два антипода, между которыми очень мало общего, но у них есть общий противник, который не дает им спокойно жить и развиваться. Конечно, это Соединенные Штаты, которые активно борются сейчас с Россией и, конечно же, с Китаем. С Китаем пока что только экономически, потому что проблема Тайваня в настоящий момент гипотетическая. Вы знаете, что, конечно, такие рассуждения идут о том, что будут Соединенные Штаты сделать в случае того, что до 1927 года Китай присоединит к себе Тайвань таким, я бы сказала, немирным путем, то есть военным путем присоединит к себе Тайвань. Видите, я должна быть очень осторожна, я не знаю, дорогие друзья, я иду по тонкому льду, я не знаю, какое из моих высказываний окажется неполиткорректным, тогда меня удалят с инфополя. Приходится, видите, взвешивать каждое слово. Некоторые говорят, Анна, а что вы так говорите, собственно, битиевато, дорогие друзья, потому что такая эпоха, в которой мы живем, свирепство, свобода слова. Итак, то, что нам интересно, что давление Соединенных Штатов на Россию и на Китай настолько велико, что эти антиподы, потому что с точки зрения политической это абсолютные противоположности, потому что Россия, как я подчеркиваю, это капиталистический строй, я бы сказала, экстремально капиталистический, это олигархат, это плутократия, и Китай, которая представляет из себя сложную гибридную систему, во главе по-прежнему стоит коммунистическая партия, то есть это коммунистический строй с элементами капитализма. Это нам лучше объяснят Китай и Веды, как это происходит. Но для нас то, что важно, это объединение этих двух гигантов в альянсе для защиты от американской экспансии и от американского доминирования. И в настоящий момент этот визит, конечно, будет обсуждаться. Мы не можем ожидать выступления Си Цзин Пина перед журналистами. Это не китайская традиция. Вы знаете, что он отчитал Трюдо. Вы помните, как Джастин что-то лепетал, когда на полях одной из международных конференций Си Цзин Пин сказал, что так себя не ведут, я с тобой поделился дипломатическими тайнами, а ты себя так повёл, сразу пошёл к прессе рассказывать, вот теперь я тебе ничего не расскажу. Но в таком плане. Я выложу ссылку на этот интересный душевный разговор, как он его отчитал, и как побелел и залепетал что-то. Джастин в ответ. Но надо сказать, что не только Джастин лепещет и трепещет, когда задвигает брови председатель Си. И то, что нам интересно сейчас, это, конечно, его визит. Мы можем только догадываться относительно его темы. Многие считают, что это проблема, которая возникла из-за фактически замораживания развития проекта «Шёлковый путь» или «Новый шёлковый путь» из Пекина в Берлин, из-за конфликта на Украине. И, конечно, основной интерес Китая – это продолжение этого проекта, потому что Китай также хочет получить доступ к европейскому рынку, как я вам рассказывала, в предыдущие десятилетия, когда Китай был коммунистический или когда он только выходил из этого состояния, только трансформировался, у них не было среднего класса. Поэтому строительство железных дорог не представлялось целесообразным, поскольку было непонятно, что же везти из Европы назад. То есть это было слишком дорого. Но сейчас такой проблемы нет. То есть то, что происходит сейчас, они могут везти товары из Пекина в Берлин железной дорогой две недели. Это сокращает, представляете, как, если вы взглянете на карту, как они должны перемещать это всё судами, морским путём, и как быстро можно это переместить. То есть это два-три месяца морем или две недели железной дорогой. И обратно это, как правило, предметы роскоши из европейских стран и также продукты виноделия, потому что Китай демонстрирует колоссальный интерес. Средний класс Китая пытается копировать во многом европейскую буржуазию, в частности французскую буржуазию. Поэтому их интересуют эти продукты, и они могли бы везти их из Европы в Китай. Но это было то, что планировалось до Беси. Я даже не могу сказать, какого Беси. Это было до Беси. Что будет сейчас нам сказать крайне сложно, потому что для того, чтобы строить этот железнодорожный путь через Украину, то есть через Россию, через Украину, Россия должна целиком и полностью его контролировать. Потому что если она не будет этого делать, если она не будет контролировать этот участок, то Украина будет заниматься тем же, чем она занималась и прежде, например, с газовыми трубами. То есть она будет играть на том, что она страна-транзиссер. Все знают, что украинское государство в прошлом было чрезвычайно слабым, оно было в плену у олигархата, и поэтому всегда частные интересы преобладали над публичными, над общественными. То есть украинское общество, украинское государство было в плену у этого олигархата, и они отстаивали через этот фактический шантаж свои интересы, невзирая на то, что это наносит колоссальный ущерб интересам государства и обществу. То есть можно не сомневаться, что за прошедшие годы украинское государство ни в коей мере не окрепло, и поэтому никто не питает иллюзией насчёт того, что будет, если эта железная дорога не будет контролироваться Россией. Это то, что китайцы видят как оптимальный вариант, то есть они готовы продолжать строить эту железную дорогу при условии, что эти территории будут контролируемы именно Россией, потому что с Украиной у них уже были неоднократно проблемы, очень серьёзные проблемы, причём это были проблемы и с украинским государством, с определёнными госзаказами, поэтому они не склонны, как я сказала, питать иллюзии. И мы можем только догадываться о том, о чём пойдёт разговор между президентом Путиным и его важным гостем, собеседником и дорогим другом Си Цзиньпином. Я предполагаю, они будут говорить о новом шёлковом пути, о том, какие решения этого конфликта возможны. Но я хотела подчеркнуть, что пока Соединённые Штаты и НАТО заняты конфликтом на Украине, у них очень мало сил и возможностей для того, чтобы вплотную заниматься проблемами Тайваня. Поэтому интерес Китая присутствует, он очень сложный, я не хотела бы его упрощать. То есть, с одной стороны, им, конечно, интересно прекращение замерения этого конфликта и строительство железной дороги Пекин-Берлин, с другой стороны, они прекрасно понимают, что США не могут поставлять вооружение на два фронта, это чересчур. Они и так уже испытывают колоссальные сложности, скажем, с амуницией, но не только. И в настоящий момент эта политика, я бы сказала, лавировки, то есть это очень сложный узор. Мы будем об этом ещё говорить на следующей неделе. Я желаю вам прекрасных выходных и надеюсь на вашу реакцию. Я также хотела бы поблагодарить всех тех, кто принимает участие в дискуссии. Пожалуйста, не забывайте писать первым словом, откуда вы, потому что нам очень сложно оценить ваш материал, если вы не пишете название вашей страны, хотя бы или города. И, конечно, я благодарю отдельно всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки и, конечно, тех, кто делает донаты на развитие моего канала. Спасибо вам большое за ваш элегантный жест и я жду ваших реакций. Спасибо.